На этой неделе я прочитал книгу Saudi.Inc, автор Эллен Волт, президент консалтинговой компании, обладательница PHD и выпускница Принстонского университета. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем и это новая рубрика на моем канале «Инструменты развития», в которой я рассказываю вам о тех книгах, которые мне показались достойными внимания. Если вы интересуетесь темами личной эффективности или развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Книга посвящена становлению такого государства, как Королевство Саудовская Аравия со времен еще далекого 1902 года, когда вождь племени Саудов, 22-летний Абдель Аль-Азиз, взял город Эр-Риад. Потом ему удалось завоевать еще ряд важных городов, включая религиозные центры Мекку и Медину, договориться с другими влиятельными племенами, проживающими на этой территории и провозгласить себя королем. Этим историческим фактом начала прошлого века в книге уделено буквально десяток страниц, потому что самое интересное начинается потом. Фактически это книга о работе нефтяной компании Арамко, которая была создана американцами для разведки и добычи нефти на территории Саудовской Аравии, а также о жизни и обычаях самой королевской семьи. Обе эти истории непосредственным образом связаны друг с другом. Для вашего понимания, что такое Арамко сейчас? Это третья крупнейшая компания мира по состоянию на 2022 год после Apple и Microsoft с капитализацией 1,8 триллиона долларов. И крупнейшая нефтяная компания мира. В списке 10 крупнейших компаний мира это единственная неамериканская компания и единственная энергетическая компания. Роль Арамко, которая сейчас называется Сауди Арамко, на современном нефтегазовом рынке можно оценить вот по этой диаграмме. Ну а мы с вами давайте вернемся к книге. Когда американцы появились в Саудовской Аравии, то они сами, ни король Абдель Азиз, не верили в то, что в стране есть нефть. Но подтвержденные запасы были рядом в Бахрейне, и американцы решили рискнуть и инвестировать в разведку. После многочисленных попытков, почти отчаявшись, они все же нефть нашли. Ну и дальше начался сложный период отношений Арамко, тогда еще полностью американской компании, и Саудовской Аравии в лице королевской семьи и министров. Сначала Арамко потребовали изменить условия концессии с тем, чтобы владельцы нефти получали больше денег с ее продажи. Далее Саудиты ввели своих представителей в свет директоров компании, ну и в конце концов и вовсе выкупили ее у американцев. Конечно же, интерес книга представляет не только этим, хотя эта история центральная. Интересно почитать о том, как устроены внутренние взаимоотношения в королевской семье, насчитывающие десятки, если не сотни, принцев, да и о становлении и изменениях в государстве в целом. Исповедуя весьма фундаменталистское направление ислама, называемое вакхабизм, тем не менее Саудовская Аравия постепенно и неуклонно вводит законы, которые отражают больше западный образ жизни, чем традиционный исламский. Одно из ключевых изменений – это роль женщины в государстве и обществе. Если раньше без разрешения так называемого попечителя, то есть мужчины, женщина не могла сделать буквально ничего, то сейчас женщины учатся за рубежом за счет государства и занимают весьма ответственные должности, как в бизнесе, так и в государственных структурах. Конечно, касательно Саудовской Аравии еще остается немало белых пятен, и одно из самых значимых, вероятно, это роль королевской семьи в событиях 11 сентября 2001 года в США и ее отношения с семьей Бен Ладенов. В отчете американских спецслужб об этих событиях информация, касающаяся Саудовской Аравии, до сих пор засекречена. Не хотел бы, чтобы вы подумали, что эта книга для нефтяников. Скорее наоборот, она написана весьма простым языком, а местами повествование по напряжению не уступает какому-нибудь заправскому детективу. Скорее, эта книга для тех, кому интересно понять, как у них там все устроено в государствах залива, жители которых еще каких-нибудь 70 лет назад передвигались на верблюдах по пустыне и жили в глиняных домах. А сегодня, благодаря нефти, крайне существенным образом влияют на мировую повестку дня. Друзья, если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса или ваше собственное профессиональное развитие, или больше узнать про работу Института Одизиса, вы можете записаться ко мне на консультацию в ссылке в описании к этому видео. И если вам понравился этот ролик, то наградите его лайком, чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку «Подписаться» и на колокольчик.